здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал черная флешка третье обращение к человечеству продолжаем обзор информации с флешки давайте я вам кое-что зачитаю третье обращение к человечеству данная в 1929 году от рождества христова в 1929 году на волне 75 метров была поймана необычная радиопередача некто назвавшийся никома и представившийся посланником инопланетной цивилизации на разных языках по два часа читал ниже следующий меморандум называемый сейчас посланием кон передача вела велась всего один день об этом частично упоминалось в книге брэда стойгера встречи с чуждым 1977 году и передачи советского телевидения нло не объявленный визит в 1990 году интересно что подобная ситуация повторилась 27 ноября 1977 года юго-западнее лондона на территории представляющей собой округ диаметром 120 километров произошло нарушение телевещания изображение с экранов исчезла и неизвестный голос сказал что он представитель внеземной цивилизации что земная цивилизация идет по неверному пути землянам необходимо уничтожить так ёлки потерял цивилизация идет по неверному пути землянам необходимо уничтожить все орудия зла времени для этого осталось очень мало и если люди не предпримут необходимых действий им придется покинуть пределы галактики расследовавшие это дело специалисты лондонского телевидения утверждали что вообще говоря не представляют какие шутники могли бы оказать способными его реализовать для подобной акции требуется очень громоздкая и дорогостоящая аппаратура информация об инциденте была передана радиотрансляция голос америки и советским радио 28 ноября 1977 года вечерной международной панораме указывалось что в связи с ним представитель английской полиции заверил слушатели что инопланетянин скорее предстанет перед землянами на скамье подсудимых однако эти заверения остались пустым звуком к разумным жителям земли к расе именующий себя человечеством обращается коалиционный отряд наблюдателей в дальнейшем именующий себя кон настоящее обращение кон к землянам является третьим по счету контрольным первое обращение кон передал ухты в 19 тысяч пятьсот семьдесят шестом году от рождества христово а 00576 год году до рождества христово жителям крупнейшего в то время на земле города апурадхапура второе сообщение кон передал в семьсот одиннадцатом году от рождества христово жителям крупнейшая в то время на американском материке города ткаоцетткоатль ну я так понял это наска ой мая эти где настоящее обращение кон к землянам в основном в основном идентично первым двум по содержанию составлено на основных и сегодняшних языках земли китайском английском русском и исполнительном испанском текст обращения откорректирован с учетом современного уровня знаний и заблуждений жителей земли целью обращения является предложение о проведении в некотором будущем переговоров между представителями человечества и представителями коалиции на предмет вступения человечества в коалицию поскольку проведение переговоров будет возможно только после выполнения человечеством некоторых предварительных условий ниже приводятся эти условия предваряемые для правильного их понимания как краткими сведениями сведениями космологического характера так и сравнительной характеристикой образа мышления человечества ну и пошли значит вот тут можете сами все это дело прочитать читать значит много не буду я вас задерживать сами ссылку оставляю можете значит прочитать и заодно значит ребята оставляю вам как они тут написали то про коалицию ну короче оставляю договор с американцами сейчас покажу как он выглядит сепаратное соглашение сепаратное соглашение сша с инопланетной расой в 1953 году астрономы обнаружили в космос большие объекты которые были примет приняты за астероиды вскоре стало ясно что странные объекты расположились на очень высокой орбите вокруг экватора земли среди них были огромные объекты которыми могли быть только космические корабли совет безопасности сша принял согласованное с президентом решение о закрытии любой информации или перевода ее в категорию дезинформации случае появления в сми каких-либо сведений от источников сша или других странах совместная директива анб и цру предписывала развернуть работы по активизации имеющихся технологических и аналитических средств в рамках проекта платон система контроля радиокоммуникаций сигма сумела выявить регулярный информационный обмен между этими кораблями специально разработанная программа основанная на логических комбинациях сигналов двоичном коде позволила привлечь внимание пришельцев а позднее установить некоторые подобные информационного обмена между орбитальными кораблями и центром радиотехнической разведки вот такую же значит интересную информацию ребята я предлагаю вам зачитать для начала предлагаю зачитать до конца третье обращение к человечеству ну а потом коротенько перейдете на сепаратное соглашение тут читать немного буквально 10 страниц спасибо за внимание подписывайтесь на канал буду показывать вам интересные файлы из этой самой флешки до свидания